приветствую вас друзья с вами серёга вы смотрите несложную кулинарию сегодня мы с вами будем запекать свиную шейку ну точнее наверное просто свинину с овощами потому что это конкретно у меня шейка а вы можете взять какой-нибудь отруб попроще например я не знаю мякоть лопатку практически все что угодно подойдет вот свинина сами понимаете она мясо такое достаточно мягкое особых каких-то изысков приготовлении в этих изысках она не нуждается вот собственно готовить мы будем все в противне в духовке около часа сейчас я покажу вам все ингредиенты и мы приступим к приготовлению основа сегодняшнего нашего блюда это конечно свинина ее у меня килограмм вот я взял пару болгарских перцев сладких штучки 4 помидорчика у меня они небольшие если у вас помидоры больше возьмите 3 взял два баклажанчика взял один здоровенный кабачок на самом деле мне подогнали его родители с дачи если вы будете покупать в каких-то продуктовых магазинах или гипермаркетах они там обычно меньше возьмите парочку кабачков вот 200 грамм сыра мы будем готовить из него сырную шапку мы смешаем сыр с майонезом 3 зубчика чеснока туда добавим и в самом конце эту шапку нанесем на получившееся блюдо для еще большего вкуса и аромата вот так же две луковицы ну собственно соль перец две столовые ложки приправы которые называются прованские травы майонез я уже в принципе показывал больше смотреть нечего давайте приступим к приготовлению сегодня мы начнем наше приготовление с баклажанов почему с баклажанов потому что я хочу их сначала порезать и положить в кастрюльку с профильтрованной подсоленной водой чтобы они вобрали в себя немножко соли от этого их вкус раскроется будет немножко ярче ну хотя цепь не насколько он может быть ярче у баклажанов они как бы не особо такая овощная тема обладающие ярким вкусом но тем не менее подсоленная вода придаст им немножечко баклажанного вкуса но с этими ребятами у нас все на самом деле просто берем соль добавляем воду примерно тут наверное где-то полторы столовые ложки теперь берем баклажаны режем их и кидаем в воду порезали собрали опустили перемешали тщательно соль со дна чтобы она растворилась в воде все все баклажаны покрыты водой можно оставить их на 10-15 да можно хоть на 20 минут пока мы приготовим все наши остальные ингредиенты баклажаны как раз пропитают соленой водой и будут готовы теперь когда наши баклажаны просаливаются по большому счету неважно что мы будем делать следующем потому что все остальное кроме ингредиентов для моей так сказать сырной шапки должно быть готово в одно время то есть мы все уложим слоями одновременно отправим в духовку и пока все будет готовиться там запекаться в духовке это займет примерно там минут 45-50 не меньше в это время мы займемся сырной шапкой в общем ладно это вы все по ходу увидите сейчас давайте я не знаю например мясо порежем берем нашу замечательную ароматную шейку так смотрим она у нас должна быть порезана не мелкими кусками смотрите сами у нас такие получаются кусочки и я бы их назвал как такой хороший кусок шашлычка небольшой не маленький средних размеров вот именно такие вам и нужны так следующее на очереди у нас овощи я их прям покрошу в две большие тарелки сюда обрезочки сложим так еще начнем давайте с кабачка мы с ним поступим также как с баклажанами вот эту часть мы порежем еще пополам потому что видите она утолщается нам это не особо надо смысле такие крупные куски поэтому тонкие части и нарезаем на половинки а толстые на четвертинки с кабачками все перейдем к луку лук нам нужен кольцами чтобы было удобнее нарезать лук можете срезать у него маленькую площадочку не знаю видно вам будет или нет чтобы он плотнее вставал ну то есть не катался никуда по доске и вы могли спокойно его нарезать расправляем все что у нас получилось на колечке отлично лук готов теперь перец важно заранее достать из него средину все семечки перец как вы понимаете нам тоже нужен кольцами перец готов у нас остались только наши помидорчики все наши овощи готовы сейчас мы должны слить подсоленную воду из баклажан очень важно не забыть об этом и мы начнем выкладывать на противень наше мясо и овощные слои после этого поставим все в духовку вот он наш красавчик противень начинаем укладывать все мы с мяса маслом я его мазать не буду потому что у меня шейка она сама по себе достаточно жирная поэтому какой-то особой нужды в масле я не вижу не хочу сделать мое блюдо еще более жирным чем оно будет мясо у нас разложено теперь немножко соли и перца я использую свежемолотый и вам рекомендую это делать потому что его вкус намного более насыщенный вторым этажом у нас пойдут кабачки далее баклажаны лук можно было положить лук сразу на мясо но я хочу чтобы когда он начал нагреваться и давал свой сок этим соком он пропитал кабачки и баклажаны там смотрите сами я просто очень люблю лук поэтому его вкус неприятен вы это по большому счету любой из компонентов этого блюда можете просто вычеркнуть если он вам не нравится и забить на него дальше перец такая у нас получается роскошная гора овощей и в завершении всего помидорчики также сверху все это посыпаем немножко прованскими травами основной смысл в том что помидоры опять же дадут сок как и лук он смешается с прованскими травами и аромат этих трав пропитает все наше блюдо я вам обещаю что он дойдет до самой свинины наш противень с овощами собран и готов отправиться в духовку разогреваем духовку до 180 градусов отправляем туда мясо с овощами на 50 минут пока они будут там запекаться мы с вами займемся так называемый сырной шапочкой вот как ее делать я вам сейчас покажу берем как-то не странно звучит сыр терку и натираем напоминаю здесь у нас 200 грамм сыра именно столько нам и надо натираю я его на крупной терке особо не важно какой вы будете использовать сыр я лично взял недорогой российский почему бы и нет теперь чеснок для чеснока я буду использовать чеснокодавку опять же для вкуса можно добавить немного перца щепотку прованских трав теперь перемешиваем все дело пока без майонеза чтобы у нас чесночок немножко разошелся теперь берем мазик и добавляем в принципе вот тут надо немного можно даже обойтись без него но с ним не больше нравится наша сырная шапка готова теперь нам остается дождаться только приготовления основного блюда ему осталось еще 40 минут находиться в духовке поэтому сейчас включим магию кино и перенесемся на 40 минут вперед 50 минут прошло чудеса да в общем достаем наши овощи располагаем сверху сырную шапочку и опять же на те же самые там 180 ну можно даже 200 градусов убираем еще минуток на 10 на 15 чтобы все это окончательно пропиталась сыром чесноком и майонезом будет обалденно вкусно сейчас я покажу как мы это делаем и так я беру нашу сырную шапку прямо руками и вот так вот располагаю так ну все духовку на 200 и еще минут 10-15 там уже сами смотрите по готовности наше блюдо готово полностью я уже его видел выглядит отлично аромат стоит просто божественный особенно вот эти вот чесночные нотки в конце очень приятно очень аппетитно прям слюно отделение идет короче давайте я вам сейчас покажу как это выглядит в противне как это выглядит после сервировки и потом как обычно попробую скажу свое мнение вы сами только что могли убедиться что выглядит наша свинина с овощами и сыром очень неплохо а теперь пришло время мне убедиться что это действительно и очень вкусно начну я пожалуй с мяса очень мягкая чудесная свиная шейка приготовлена идеально шейку не так просто испортить сами знаете мягкая соль перец все в норме чувствуется прованские травы очень прикольно теперь овощи начнем с помидорчика с сыром пахнет очень круто очень крутой есть какая-то такая вкусовая отсылочка к пицце так мы теперь наши остальные овощи но они все пропеклись все готовы получилось прекрасно на мой взгляд вот рекомендую вам данное блюдо если оно вам понравилось ставьте лайки как обычно подписывайтесь на канал также внизу под видео будут ссылки на мой инстаграм подписывайтесь туда вот так что еще сказать достойное блюдо вполне единственное по поводу суммы я сейчас вас сориентировать не смогу потому что я просто не помню сколько там отдал за эту свинину но я обещаю что перед тем как я буду выкладывать видео ну то есть во время монтажа я обязательно возьму свой чек из ошана их сохраняют цифры беру не с потолка вот и считаю примерную стоимость на порцию эта стоимость всегда отображается в превьюшке у видео в левом верхнем углу вот поэтому вы будете ее знать ну на этом наверное все спасибо что смотрели данный видеоролик до скорых встреч